Электрические вилки Третье правило Не выполнять электрические работы рядом с жидкостями, в том числе горючими, красками, лаками и дубними аэрозолями. Четвертое правило Включать в сеть только собранный электроприбор, то есть всегда провода и подключенные клеммы должны находиться в корпусе, никогда не прикасаемся к ним. Пятое правило Электропровода должны крепко зажаты быть в клеммах. Все, на этом мы закончили технику безопасности. Во время работы обязательно ее соблюдаем. Сейчас нам необходимо заменить вилку. Вот она вилка. Вот здесь у нас включенный электроприбор Смотрим. Вот здесь у нас видим не работает. Нашли проблему, что оказывается Вот здесь вот у нас не работает, потому что у нас пригнут провод рядышком с вилкой. Мы его отключаем Отключаем. Что нам необходимо? Нам необходимо, да, срезать эту вилку. На этой вилке бывают у нас следующие неразборные вилки. Вот она перед вами и разборные вилки. Вот здесь видим можно открутить, да, и заменить. У нас вот здесь у прибора неразъемная вилка. В нашем случае электроприбор это светильник. Первое, что необходимо нам. Вот мы срезали с помощью ножа. Аккуратно лезвие направляем от себя. Работаем на подкладной доске. Все готово. Так, теперь нам нужно с вами взять вилку разъемную и раскрутить ее. Вот вилки бывают также у нас двухконтактные или трехконтактные. Если есть заземление, значит это у нас трехконтактная вилка. У нас с вами заземления нет. У нас с вами прибор светильник, да, относится ко второму классу. То есть у него корпус из непроводящего материала. Поэтому нам достаточно с вами двухконтактную вилку. Заземления нет. Так, теперь нам нужно зачистить провод. Как же зачищаем провод? Вот он перед вами, срезанный провод. Так, опять для этого нам понадобится нож. Аккуратно. Аккуратно зачищаем. Посмотрите, нужно сначала нам, прежде чем делать, я-то уже знаю, смотрите, нам нужно с вами отмерить расстояние. Какое же нужно? Значит, видим с вами, внутри находятся у нас два провода. Вам, наверное, плохо, или сейчас я зачищу. Все, зачистил. Вот. Это у нас коричневый провод. Вот. Коричневого цвета и синего цвета. Что это значит у нас? Значит, синего цвета. Это нейтральный у нас, да, по которому у нас не идет электрический ток, да, который замыкает как раз. И следующий у нас, да, видим с вами коричневый. Это у нас замыкающий, фазовый ток, то есть, по которому как раз идет электрический ток. То же самое, да, в проводке сетевой. Так, проверяем. Смотрите, сколько нужно, где-то не больше сантиметра. Знаете, когда вы устанавливаете провод, да, вот в клемму, посмотрите, у вас не должен у нас выходить, да, оголенный провод. Зарезаем. Все, готово. Проверяем. Все. Теперь нужно зачистить сами провода. Направляю лезвие ножа от себя. Есть специальное у нас устройство для очистки проводов. Если вы не пользуетесь часто, да, этим устройством, вам он не нужен, вам достаточно обычный нож. Потому что стоят они довольно дорого, эти приборы для очистки. Все, провода зачищены. Посмотрите, вот они перед вами. Значит, не больше, да, сантиметра, чтобы клеем зажать. Еще раз, один у нас синий, это нейтральный, да, и фазный у нас коричневого цвета. Вот, теперь мне нужно закрепить вилки в каждой клемме. Значит, с правой стороны у меня будет фазный коричневого цвета, а с левой стороны нейтральный синего цвета. Закрепляем в клемме. Это нам понадобится с отверткой. Сначала клеммы нужно чуть-чуть раскрутить, чтобы ставить провода. Вот. Смотрим. Открутили. Все достаточно. Провода у меня довольно-таки тонкие. Сейчас посмотрим. Еще одна особенность. Посмотрите. Вот они. Жилы, провода могут у нас в разные стороны расходиться, да, много проводов. Для этого можно сделать следующее у нас, да, просто взять и вот так вот их аккуратно перекрутить между собой. Все. Так, более толстые провода можно у нас сделать, например, пассатижами или полоскогубцами. Все. Теперь они стали тоненькие. Можно их вставлять в клемму. Вот. Раз. Сосунули. И закручиваем. Нарисуем неудобно, поэтому я буду работать на столе. Надеюсь, вам будет видно. коричневый. Так, коричневый зажжал. Коричневый зажжал. Так, а здесь у меня синий нейтральный, не хочет никак остаться. Что-то никак. Что-то никак. Что-то никак. проверяем полным крепко закреплены должно быть провода к уход еще одна особенность когда вы меняете посмотрите видим с вами не должны до оголенные провода торчать из клемм вот не должны тем более провода пересекаться между собой оголенные также у нас вот про видим своя проводка который соединяет вот здесь есть специальная пластина либо зажимная планка может быть да и вот чтобы провода его на вот этот общий провод не было у вас видно провода а теперь просто соединяем все это в корпусе у нас гайку закручиваем все готово теперь нужно наш электроприбор проверить работает все это у нас работал задание выполнено на этом все всего доброго до свидания спасибо за внимание